Что же с Энди? Ну давай, Энди, выходи, наконец. Нельзя вечно прятаться. Да, не горей. Выходи и получи по заслугам. Автор сценария Джон Миннис. Не бойся, Энди, Джен просто пошутила. Мы не тронем тебя. Это так же верно, как то, что меня зовут Гвендолин. Ну хватит, надоело. Тут только одна проблема. Если бы Спэнк мог научиться хотя бы чему-нибудь, я бы сейчас не сидел здесь. Мы делали все, что возможно. По вечерам мама водила Спэнка на дрессировку. Я думал, он чему-нибудь научится. Но наш старик Спэнк так и остался неучим. Отец занимался хозяйством, и ему было не до меня. Я наслаждался пиццей каждый вечер. Ты недоумок! Похоже, Тальк Фенни действует безотказно. Ха, он не подвел меня. Ладно, Джен, успокойся. Я потом разберусь с твоим братом. Что за странный запах? Дорогая, ты вся мокрая. Блестящая дедукция, Шерлок. На улице проливной дождь. В ближайшее время погода не улучшится. Не выпускайте из дома собак и кошек. Берегите своих питомцев. Разве у тебя нет зонтика? Есть. А, мам, я слышал, открывать зонт в доме плохая примета. Да, и плохо будет тебе. Ладно, 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 не шуми. Я едва успокоил нашу Джен. Фу. Ну, Энди, это уже последняя капля. По-моему, это форель, пап. Посмотрим, как ты будешь смеяться после того, как уберешься в подвале, пострижешь газон и сделаешь все дела, которые я отложил на выходные. Посмотрим на тебя. Правильно, папа. А на следующей неделе и близко не подходи к телевизору. А теперь выгули из Пэнка и дай нам немного прийти в себя после этой шутки. Ну, а сейчас же дождь. Вот, возьми зонт. Кажется, прояснилось. Дождь уже кончился. Спэнк, стой, сидеть. Да, все мамины усилия обучить Спэнка ничему не привели. Эй, Энди, слышал, что недалеко от нашего города снимается кино. Кино? Да, они делают это по-тихому, чтобы не привлекать толпу. Но мой отец устроился там к ним, бухгалтерам. И знаешь что? То дважды два четыре? Нет. То есть, да. Но дело не в этом. Я устроился туда статистом на выходные. У меня доступ на съемочную площадку. Если хочешь, пойдем туда завтра после школы. О, спасибо. Я никогда не был на съемочной площадке. Дэнни, я и не знал, что ты великий артист. Эй, не говори глупости. Не все артисты великие. А как называется этот фильм? Тайный контакт. Похоже, этот пес главный герой фильма. Между прочим, собаки. Эй, Ларкин, вчера я был на дрессировке и должен сказать тебе, что твой пес гениальный актер. Что? Он так натурально умер, просто отпад. Стойте, что тут смешного? Его собачонка просто уморила нас. Эй, Ларкин, если хочешь, чтобы твоя собачонка выполняла трюки, ты должен сказать одно слово. Не. Что ты хочешь этим сказать? Не сидеть, не лежать. Она все делает отлично. Ха-ха-ха. Но Спэнк отличный наблюдатель. Его псина ничего не понимает. Глупая как... Прямо как это... Ты... Да. Что? Помните, в дом Ларкина в залез вор? Спэнк спокойно наблюдал, как он чистил гостиную. Ха-ха-ха. Помните? Ха-ха-ха. 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 Как скромно. Я ожидал гораздо большего. Звезда фильма «Собака» — это, конечно, не блокбастер. Идем, я покажу тебе свой вагончик. Значит, после нескольких лет тюрьмы, грабитель освободился только для того, чтобы узнать, там, где он зарыл свои деньги, стоит собачья конура. Неужели здесь эхо? И что случилось потом? Для того, чтобы подобраться к деньгам, бывший зэк разработал план похищения Корки. Корки — главная героиня фильма? Я так понял? Нет. Корки лишь мешает ему воплотить задуманное. Да, собака — главная героиня фильма. Что случилось потом? Я не буду пересказывать вам сюжет, только скажу, что Корки блестяще выполняет трюки. А можно посмотреть Корки в работе? О, конечно. Тимми, приведи Корки. Ну, понял, кто здесь звезда? За мной, Корки. Тимми отдает ему все приказы шепотом, чтобы Корки не отвлекался на посторонние раздражители. Да, вот так. О, как это так? Это секретная информация. Если вам удастся узнать, я убью вас. Нет, правда убью. А? А? Ооооу! Невозможно поверить. Это точная копия Спенка. Смотри, как работает! Ооо, браво! О, браво! Здорово, мои мозговые клетки работают на полную мощность В субботу у Корки выходной для него ничего не запланировано Хорошо, мне тоже надо отдохнуть от этой Примадонны Эй, а вы что здесь делаете? Я статист в вашем фильме, меня зовут Дэнни Пикет Да будь ты хоть Дэнни Рампл Стилкинсон Массовка у нас запланирована на субботу, быстро убирайся отсюда Вот болван, я пожалуюсь на него своему агенту Да ну его, я думаю, мне представится случай сделать так, чтобы дома и в школе ко мне стали относиться по-другому Я заменю Спэнка на Корки А как ты это сделаешь? Это не я, ты сделаешь Ты слышал Фрэнсиса Форда Шмуккала? В субботу Корки не работает, а у тебя есть сюда доступ Не знаю, Энди Эй, ты же мой лучший друг, неужели ты бросишь меня в беде? Ой, это сложно, ладно, постараюсь Отлично, как говорят в кино, мотор! Я хочу сделать объявление Мам, тебе не надо больше водить Спэнка на дрессировку Я решил сам дрессировать его Ладно, смейтесь, смейтесь В эту субботу вы увидите, что Спэнк будет не только сидеть и лежать Он будет делать обратный кувырок и даже стойку Вот, увидите Энди, не так просто тренировать собаку Нужно иметь время Терпение И мозги А может, мы с тобой заключим пари? Если у меня получится, ты сделаешь за меня всю работу в выходные А я смогу за полночь смотреть телевизор и всю неделю есть пиццу Договорились? А если у тебя не получится? Все получится, сестра Ладно, на всякий случай Джен, я сделаю всю твою работу по дому Буду ложиться спать сразу после ужина Не смотреть телевизор и всю неделю есть мамину стрипню По рукам Если вы думаете, что это невозможно, то тогда давайте заключим небольшой пари Идет? Спокойно, у Ларкина столько же шансов оттренировать свою собаку Сколько у вас двоих получить Нобелевскую премию Что? То есть, я хотел сказать, что вы кто-то из вас Я просто хотел сказать, что кто-то из вас двоих Заткнись Ну давай, Ларкин Какие условия? Если у меня получится, вы двое должны выкрасить себя с ног до головы В синий цвет И кататься по классу, изображая голубику А ты всю неделю будешь делать мне домашнюю работу Годится Годится А если у Энди ничего не получится, он будет всю неделю делать мне домашнюю работу Если тебе все-таки удастся обучить своего пса каким-нибудь трюкам к субботе То на следующей неделе я приду в школу с тату Понятно? Тебе надо бы подлечиться, Ларкин Как? Это пари Так что готовь ноги Это тебе придется носить тату Все в порядке В субботу в 4 часа эта орава придет ко мне домой И я ему тру нос Да Если у меня все получится с корки Я всю неделю буду кайфовать и наслаждаться плодами своего труда О, но сначала надо убедить родителей, что я тренирую Спэнка Сидеть Спэнк Сидеть Спэнк Кувырок Кувырок Спэнк, дай лапу Теперь ты умер, Спэнк Ты умер Ну вот, уже получается Ха Если Дэнни не привезет эту ушастую кинозвезду, я погиб Мы привезли пиццу для режиссера Как раз вовремя Вся семья спит Он трясется, как осиновый лист Не выпуская его из мешка, пока мы не уедем Вот здесь ты проведешь эту ночь, корки Завтра в это время ты будешь в своей постели Неужели ты не веришь мне, псина? Думаешь, ты кто? Лесси? Помогите, ёппл, в колодец Помогите Я не могу выбраться Помогите, пожалуйста Шшшш Ты разбудишь моих родителей Иди в свою корзинку Я знаю, ты к ней не привык Но тебе придется спать здесь Хочешь ты этого или нет Кэрол, ну не надо Спэнк, немедленно убирайся с кровати Спэнк, я велел тебе идти к себе Я не понимаю, с ним никогда этого не было Что такое? Что за Кэрол? Кэрол Что это он делает? Я думаю, он просит бекона, мам Да, я его понимаю Можешь смотреть на меня весь день, Спэнк Но бекона ты не получишь Уйди Перестань на меня так смотреть Ну ладно, один кусочек Ладно, еще один Но это уже последний Какая сила воли, мам? Убирайся, наконец, Спэнк А то Энди ничего не достанется Спэнк, что это с тобой? Энди! Что? Что со Спэнком? С тех пор, как ты начал дрессировать его Он стал совсем другим Я его не узнаю Это, вероятно, стресс от переутомления Как только он освоит все трюки Все войдет в норму Он здесь долго не задержится Все приготовились Снимаем сцену, где хозяин приезжает проведать своих собак И узнает, что бывший зэк похитил их А, простите, что перебиваю, сэр Я сверилась с графиком Мы очень отстаем Подождите Камера один, она должна наплывать Прямо на корке С помощью музыки мы добавим сюда драматизму Какая нужна музыка? Ну вот, вроде этого Пам-па-пам Пам-па-пам Да Пам-па-пам-пам Хорошо, сэр Сегодня мы должны обязательно снять сцены с корки Хорошо Тимми, приведи корки И... Мотор Ну, корки Уф, прыгай на голову Клайву Корки Уф, прыгай на голову Клайву Стоп Тимми, в чем проблема? Почему он не работает? Не знаю, шеф, я отдал ему тайную команду Корки, прыгай на голову Клайву Я сказал, прыгай на голову Клайву, несчастный Криком делу не поможешь, шеф Может, он голоден? Ага, снимаем Все по местам По местам все Ай, Энди Спэнк сводит меня с ума Иди, выпусти его Мне некогда, я мою посуду Энди, впусти Спэнк обратно в дом Корки Уф Кувырок Корки Уф Я сказал, кувырок Эй, слезь с моего стола Ну ты, урод Пошел вон Что происходит? Выйди из моего шкафа Энди Ну что? Странно Я назвала Спэнка уродом Тогда он зашел в мой шкаф и не выходит оттуда А, выходи Джен просто пошутила Мы все считаем, что ты очень, очень красивый пес Говори за себя Корки Уф Ну вставай на лапки Чешите сильнее Да Энди Мне надо поговорить с тобой Не знаю, что ты сделал с нашим Спэнком Но я его не узнаю Он сейчас очень устает, мама Вот освоит все трюки И все будет в порядке, увидишь Скорей бы Мне нужен мой преданный, ласковый, добродушный пес Ты получишь его через несколько часов И не минутой раньше Энди Дэнни Пикетт Сегодня я снимаюсь в большой сцене Нет, не снимаетесь Это почему? Съемки остановлены Они решили снять сцену с собакой Но она отказалась работать Не реагировать даже на тайную команду Не понимаю Ага Что это за тайная команда? Не знаю Это большой секрет Если бы я узнал, режиссер убил бы меня Нет, правда? Скорей бы все закончилось С этой корки сплошная головная боль Алло Это я Слушай, я на съемочной площадке У меня есть новости плохие и очень плохие Они решили ни с того ни с сего Снимать сцену с корки сегодня О нет Что сделал Спэнк? Да если бы это был фирм на мертвой собаке Он бы отлично сыграл сцену Ты должен как-то взять Спэнк и привезти его домой К этому времени корки закончит свое представление И мы вернем его обратно в трейлер Легко сказать Когда посадишь корки в мешок Завяжи его покрепче А хочешь знать очень плохие новости? Я думал это самые плохие новости Корки работает только если дать ему тайную команду Я все понял Ты не знаешь какую? Ты угадал Да Хуже не придумаешь Начинай как только я скажу уф Начинай как только я скажу уф Корки Уф Обратный кувырок Эй, сработало! Теперь режиссер будет нами доволен Вот отснимем сцену и выясним Что с тобой произошло Эм, фу Возможно переведем тебя на другое питание Пи-ю Пока! Пока! Огурец! Кувырок! А косточка? Сидеть! Слушай, Ларкин Твой пес не будет работать Пока ты не намажешь его помадой И не назовешь Скарлетт А кабельное телевидение? Стоп! Ладно, Энди Довольно Пора признать, что Спэнк не способен к обучению Ты прав, пап Он никуда не годится Но я рад, что ты дома Я соскучился по тебе Да, как тяжело Сделаем обратный кувырок Ого! Ха-ха! Уф! А? Уф, обратный кувырок Ха-ха! Уф, танцуй! Я же говорил вам, что обучу Спэнка трюкам Не спрашивайте меня, как это произошло Но пока все идет наилучшим образом И я могу проиграть Хе-хе! Чек, пожалуйста Ну вот и они Похитители с нашей кинозвездой Арестовать их! Какая еще кинозвезда? Это наш Спэнк Не правда, Леди Это мой Корки Смотрите Это невероятно Два Корки! Вернее, два Спэнка Мне кажется Здесь пахнет жареным Похоже Все эти трюки Выполнял не Спэнк Да Уверен, что Ларкин Использовал не свою собаку А значит Нам не придется Изображать голубику Но мы должны Доказать это Ларкину Хорошо Я думаю Энди сейчас Все объяснит нам Энди Боюсь, что теперь Никто не поверит Что именно Спэнк Выполнял все трюки Спэнк Отойди от меня Не знаю Что заставило Спэнка работать Но как бы то ни было Он выполнил трюки Мне ясно одно Опять придется Прятаться здесь Автор сценария Анн-Мария Пирота И Тим Шульц